Всем привет и наконец мы переходим к этому выпуску. Сегодня вы узнаете, какие невербальные сигналы используют женщины, когда им понравился мужчина. Информация в этих выпусках будет основываться на опытных исследованиях, наблюдениях между мужчиной и женщиной, а также обратной связью о тех, кто бывал в подобных ситуациях. Не будем много говорить, а сразу переходим к делу. Для начала давайте рассмотрим сигналы флирта или первичной заинтересованности женщины вами, а потом перейдем к сигналам, которые свидетельствуют о том, что вы ей точно нравитесь. Наверняка вы часто замечали, что две девушки шепчутся, хихикают и поглядывают на вас, но и не всегда могли понять, что это означает. То ли выглядите вы смешным, то ли они заигрывают. В большинстве случаев это сигнал того, что они вами заинтересовались. Молодые девушки могут хихикать, иногда даже показывать на парня пальцем. Более же взрослые женщины будут наоборот, скрывать факт того, что вы стали объектом их внимания. Если девушка прикрывает лицо каким-нибудь предметом или прячется за что-нибудь и периодически поглядывает на вас из-за него, то иногда это является сигналом флирта. С детства девушки знают, что когда они прикрывают свое лицо, то таким образом можно создать у незнакомца волнующее ожидание и предвкушение нового знакомства. Но заметив такой сигнал, не стоит быстрее направляться к девушке с целью знакомства. Они пока всего лишь играют с вами. У девушек игры в ухаживании отличаются от мужских. Они любят, когда вы украдко бросаете на них взгляды в помещении, где много людей. Им нравится это легкое напряжение, интрига и намеки на взаимный интерес. Когда вы улыбнетесь ей, то практически любая девушка отведет глаза. Но то, как она это сделает, может говорить об ее отношении к вам. Если она отведет глаза вниз и будет разглядывать пол, то, скорее всего, вы ей нравитесь. Исследователи данной темы установили, что если после того, когда вы улыбнулись девушке, она поднимет глаза и посмотрит вашу сторону в течение 45 секунд, ну примерно, то, скорее всего, она хочет и ждет, чтобы вы взяли и подошли к ней. Но не стоит думать, что когда вы подойдете к ней, то она будет проявлять признаки того, что вы ей нравитесь. Многие женщины считают, что если они будут выглядеть более холодными и недоступными, то покажутся мужчинам более привлекательными. Внимательно и аккуратно наблюдайте, наберитесь смелости и делайте шаг первым. Но что делать после того, как вы подошли и у вас завязалось общение? Как понять по невербальным сигналам того, что вы понравились девушке? Стоит отметить, что женщины используют те же самые жесты прихорашивания, что и мужчины, включая прикосновение к волосам, поправление одежды. Одна или обе руки могут быть на бедрах, ноги и тело повернуты в сторону мужчины, долгий взгляд и учащенный контакт глаз. Они могут также применять жест закладывания больших пальцев за пояс, который является чисто мужским. Но женщины используют его более утонченным. Только один большой палец закладывается за пояс, в сумочку или в прорезь кармана. Возбуждение также вызывает расширение зрачков и румянец на щеках. Но тем не менее, есть их индивидуальные сигналы, которые мы и рассмотрим. Если вы понравились девушке, то она может стряхивать волосами, чтобы отбросить волосы с плеч на спину или с лица. Это происходит неосознанно, поэтому даже характерно для девушек с короткой стрижкой. Если девушка заинтересована в парне, то она может демонстрировать ему гладкую нежную кожу своих запястьей. Эта область запястья считается одной из наиболее чувствительных зон. При разговоре она будет стараться держать ладони на виду. Курящие женщины с легкостью же могут демонстрировать эту область во время курения. Когда девушка будет проходить мимо парня, который ей нравится, то ее бедра будут раскачиваться сильнее обычного, чтобы подчеркнуть все прелести. Чтобы привлечь внимание мужчины, женщина может прибегнуть к следующему способу. Слегка опустив веки, она будет смотреть на мужчину до тех пор, пока он не заметит ее взгляд, а потом быстро отводит глаза в сторону. Этакая игра глаз. Женщина в глазах симпатичного ей мужчины хочет показаться привлекательной, и сигнал, когда у нее слегка приоткрытый рот и влажные губы, будет говорить о том, что вы ей нравитесь. Если заметили подобное у вашей спутницы, то делайте правильные выводы и приступайте к действию. Положение сидя может медленно скрещивать и выпрямлять ноги. Также сидя при легкой непринужденной беседе может поглаживать рукой икры, коленом, бедра. Когда девушка хочет привлечь ваше внимание, то может медленно закидывать ногу на ногу и медленно возвращать положение ног. Если в положении сидя одна нога подогнута под себя, то это говорит о том, что в данный момент она чувствует себя уютно. О комфорте возле мужчины также говорит жест, когда девушка на кончиках пальцев покачивает туфли. Когда девушка находится в компании людей, то носок ее обуви или острие колена иногда может быть направлена на того человека, которому она проявляет интерес. Если девушке очень нравится парень, она как бы случайно старается сесть ближе к нему, чем к остальным. При разговоре с ним наклоняется к нему вперед больше, чем он. Если она сидит перед мужчиной и смотрит ему прямо в глаза, то это может говорить о заинтересованности. Но иногда бывает наоборот. Это может значить враждебное и агрессивное поведение. Тут важно учитывать контекст и совокупность остальных сигналов. Если девушка рассматривает себя в зеркале рядом с мужчиной, поворачивается и смотрит на себя сбоку, прихорашивается перед ним, даже если занята телефонным разговором, то скорее всего она это делает не для себя, а для мужчины рядом. Еще один интересный факт. Демонстративное использование губной помады в присутствии мужчины и выборный цвет помады свидетельствует о степени заинтересованности и возбуждение женщины. Чем ярче цвет, тем сильнее это проявляется. Многие девушки отмечают, что когда им нравится парень, они часто улыбаются. Даже несмотря на то, что смешно, не смешно он говорит, могут смущаться и поправлять волосы. Нервничают. И от этого могут проявляться жестные манипуляторы. Крутить ручкой, что-то перебирать в руках, неспокойно сидеть. И если вы видите, что девушка переживает и что-то теребит в руках, не стоит у нее это забирать и говорить не делай этого. А также многие девушки, которые знают тебе цены, будут первое время ваших свиданий или встреч изображать полное безразличие, таким способом проверяя и испытывая вас. Поэтому не стоит опускать руки, если вам нравится девушка. А если наоборот девушке скучно с парнем и неинтересно, то она может отводить взгляд и смотреть куда-то вдаль. Некоторые слова могут быть неуслышаны. А также не забывайте про общие жесты, которые мы уже изучали на канале. Жесты скуки, заинтересованности и так далее. Если забыли, то советуем вам их посмотреть. Стоит сказать, что не все женщины могут себя так вести. Это общая информация, которая присуща большей части женской половины. Обязательно, еще раз повторяю, обязательно учитывайте все признаки в контексте. Где-то это может значить, что вы нравитесь с девушкой, а где-то наоборот. Можете только усугубить ситуацию, если воспримите это как жест симпатии. Поэтому учитывайте все сигналы в контексте и только тогда принимайте правильные решения. А на сегодня это все. Если вам понравился выпуск, то вы знаете, что делать. Ах да, наверное многие заметили, что сзади есть какой-то сайт. Это наш сайт нашего общего проекта, который теперь называется Mental Room. На этом сайте будет размещаться вся полезная информация. Появятся упражнения, тесты и игры, которые будут развивать ваши навыки в сфере менталистики. Скоро появятся онлайн-курсы, которые вы сможете проходить, изучать. Мы вам будем давать задания, которые вы будете выполнять в жизни. И много других интересных вещей. Следите за обновлениями. Мы всегда размещаем информацию в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. А вот теперь, пожалуй, точно все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok